Для особо нетерпеливых зрителей моего канала я сразу покажу лучшие результаты, чтобы вы могли оценить работу, проделанную мной за два дня отстрела полнотелой пули и полнотелой винтовки редукторной. Далее будет долгое видео, в котором вы увидите все отстрелы в режиме реального времени, почти без обрезок, только самые неинтересные моменты были вырезаны для того, чтобы увидеть, как всего этого я добился. В начале каждой части этого ролика, каждого отстрела, я буду говорить до какого времени он длится, потому что видео длинное, если вам такой отстрел неинтересно, вы просто перематывайте на следующий эпизод, назовем это так, и смотрите его, если вам это интересно. Если нет, то там вы также узнаете до какого периода времени длится следующий эпизод, чтобы перейти к нему. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Далее вы увидите экстремальный ветровой снос, то есть более 3 милов на дистанции 200 метров, более 60 сантиметров. Так что пуля будет попадать в самый край видимой вам зоны прицела. Ну, собственно, и видимой мне зона прицела. Эти моменты я постараюсь откомментировать, чтобы вы, в принципе, понимали, куда прилетает пуля. Данное видео будет длиться до 28 минут 30 секунд. Если эта часть вам не интересна, перематывайтесь на это время. Я не просто так показывал фотографии облаков в начале видео, для того, чтобы было понимание, какой фронт шел в район, где я стреляю. Вот, собственно, он дошел, поднялся экстремальный ветер порядка, не менее, точнее говоря, 10 метров в секунду, а по предупреждениям МЧС на 12-17 метров в секунду. Сейчас вы увидели, как пуля прилетела в самую левую зону видимости прицела. Фактически на 3 мила левее. Ну, буйство стихии вроде закончилось. Давайте попробуем теперь. До этого смысла никакого абсолютно не было, потому что ветер был порывом и метров до 17 точно. И пулю сносило больше, чем на 3 мила. Это полнотел. Да, то есть сумасшедшие условия абсолютно нереальные для стрельбы. И все же ветровой снос был достаточно значительный, но я решил последние 3 верхние мишени отстрелять, как бы по правилам БР-Восток на 200 метров. Ну, просто попробовать, что получится. Ветровой вынос, вы сейчас сами видите, куда уносит пулю, да, это до 2 милов. Но если на соревнованиях будут такие погодные условия, никто не будет останавливать соревнования. Поэтому, почему, собственно, не попробовать. Чем я и занялся. Я Я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...